Восстановление территориальной целостности Грузии возможно только двумя способами – путем войны или через примирение. Примирение невозможно без покаяния, и грузины должны пойти по этому пути, ведь войну начался Акашвили, заявил премьер Грузии Ираклий Кабахидзе. Хотелось бы отреагировать на заявление господина Бедина Иванишвили о грузина-осетинском примирении и на нездоровый ажиотаж, поднятый оппонентами власти вокруг этого заявления. Это элементарная истина. Восстановление территориальной целостности Грузии возможно только двумя способами – путем войны или через примирение. После братоубийственной войны, согласитесь, примирение невозможно без взаимного покаяния. Если противопоставить в таких условиях идею покаяния и примирения истерии, то очевидно, что войну вы видите единственным способом решения вопроса. В такое время не следует удивляться, когда вас называют «партией войны». Бедина Иванишвили заявил, что из-за войны, начатой Саакашвили, грузины должны извиниться перед осетинами. Бедина Иванишвили не сказал ничего нового. Также уже больше месяца представители радикальной оппозиции ничего не говорят о начале войны. Они не могут сказать, потому что в разное время и лидеры трех основных оппозиционных партий, и Саламе Зорубишвили четко подтвердили, что войну начался Саакашвили, заявил премьер-министр на пресс-конференции. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бедина Иванишвили в горе, горде пострадавшим 16 лет назад от бомбардировок в ходе российско-грузинской войны, назвал августовскую войну хорошо спланированной извне провокацией и пообещал устроить грузинский нюрнбергский процесс после выборов. По его словам, грузинская сторона найдет в себе силы извиниться перед осетинами, когда зачинщики августовской войны будут наказаны, и виновники разрушения грузино-осетинской дружбы получат строгий правовой ответ. Россия после войны 2008 года признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Подписав с их де-факто властями соглашение, она не только не вывела оттуда свои войска, но в обоих регионах увеличила военные присутствия. К примеру, России в признании независимости отколовшихся от Грузии регионов последовали только Науру, Венесуэла, Никарагуа и Сирия. Все остальные страны международного сообщества считают оба региона неотъемлемой частью Грузии. В оппозиции назвали заявление Иванишвили предательством, которое служит интересам России, и очередной операцией ФСБ. Ныне осужденный и обвиняемый в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили отреагировал на слова Иванишвили в социальной сети. Он назвал заявление Иванишвили беспрецедентным предательством и позором, который Грузия долго не сможет себя смыть.